Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Сегодня в руках у меня два великолепных подарочных издания. Это сказки, вышедшие в издательстве «Речь». И о амурских сказках Дмитрия Нагишкина я вряд ли скажу что-нибудь новое. Потому что эта книга, первое издание было, если не ошибаюсь, в 1946 году, она, конечно, сразу покорила своих читателей. Удивительные сказки уральских народов. Значит, из аннотации мы узнаем, что целый ряд преданий, целый ряд народностей, их сюжеты, их язык, их оригинальные фольклорные мотивы использованы в этих сказках Дмитрия Дмитриевича Нагишкина. К сожалению, он довольно давно умер, в 1961 году. И использованы, они составляют настоящую энциклопедию. Энциклопедию вот такого фольклора. Но особенно надо отметить, что то, что мы знаем по сказкам народов мира, здесь удачно приумлено, перевожено, собрано. Потому что счастлив тот народ, кому достается по-настоящему талантливый фольклорист. Тот, кто этнографический материал собирает, он готовит материал для науки, для изучения будущими поколениями. А тот, кто его литературно обрабатывает и издает потом вот такие сказки, как Нагишкина, это человек, который дает будущее самому народу, самому тому этносу, который поразил этот фольклор. Веками передавались из уст уста все эти сказки о коварных зверях, о хитрой лисе, о хозяине горы, о медведицах говорящих, о таежных различных чудесах, о богах и духах. Но только в 20 веке мы можем их прочитать и можем оценить, какое действительно уникальное богатство по берегам вот этих вот сибирских рек накоплено и какое богатство отразилось в фольклоре. Но это еще не все. Дело в том, что совершенно уникальными эти издания делают иллюстрации Геннадия Павлишина. Геннадий Дмитриевич Павлишин, художник, который сам прежде всего близок к этнографу по своей профессии. Он долгое время работал, собирая фольклор, собирая, соответственно, этнографические материалы. Он работал в экспедициях, он работал в институте, он работал, изучая весь дальневосточный ареал. И вот эти его художественные работы, потрясающие по цвету, по стилю, по изысканности и точности воспроизведения деталей, они, конечно, не на пустом месте взялись. Это плод многолетнего изучения, не просто художественной обработки и фантазии художника, а многолетнего изучения народностей, малых народностей севера, о которых идет речь. Здесь надо сказать, что его сравнивают с самыми разными мастерами. Увидеть можно все, что угодно. От, скажем так, творческого переосмысления японской гравюры знаменитой, от творческого переосмысления возрожденческих техник, от всевозможного, прямо-таки, восточного узорчия, которое здесь используется. Поскольку все, каждый элемент рисунка, он сопряжен с другим элементом, обратите внимание, как узор на хитром восточном ковре, или прекрасной резьбе альгамбра, потому что здесь все повторяется, элементы перекликаются и цвета перекликаются. Эта орнаментальность, она как раз характерна для народного творчества. И то, что она в авторских иллюстрациях так органично, так потрясающе смотрится, вот здесь вот как раз видна та иллюстрация, которая легла в основу обложки. Вот эти замечательные тигры, абсолютно как живые, благодаря тиснению они выпукло еще немножко. Они, конечно, прям бросаются в глаза с обложки. Я хочу сказать, посмотрите, как смотрятся эти завиточки, как смотрятся эти линии плавные и все изгибы, потому что все это уложено в один единый орнамент. Отдельно надо отметить, что Нагишкин является мастером художественного слова, а Павлишин является мастером мозаики. Мозаика – это совершенно особенный вид творчества. Флорентийская мозаика – это тот вид изобразительного искусства, который требует особого взгляда, особой работы с цветом, с цветовым пятном, который разлагается на отдельные составляющие элементы, потому что потом оно должно стать маленькими-маленькими кусочками камня, стекла, другого материала и составить вместе картину, рассмотреть которую можно только издали, только отойдя на небольшое расстояние. И вот для того, чтобы отойти от фольклора, от каких-то произведений резьбы по кости, плетения, от каких-то вышивок, отойти на нужное расстояние, художнику понадобилась целая жизнь. Он изучил досконально все это и теперь может сочетать абсолютно реалистичный подход, потому что одно из видов похвалы, которые ему постоянно преподносят, это невероятная точность. Действительно, звери выписаны с абсолютно анималистической натуралистичностью. Все растения узнаваемы. Каждый листик, каждая травинка своей породы, своего вида растет именно там, именно в этих местах замечено, да, и нарисовано прям как у Леонардо да Винчи с точностью с натуры. То же самое касается людей. Костюмы, наряды, предметы быта, вышивка, обувь, оружие, головные уборы, украшения, все что угодно. Это абсолютно тот мир, о котором повествуют сказки. Ну и в заключение хочу сказать, что все-таки здесь у нас две книги, и они довольно сильно отличаются, потому что по ним видно, насколько мастерски у Нагишкина обработан фольклор. Потому что когда вы читаете аморские сказки, вот тут желтая, толстая книжка, да, и когда потом вам в руки попадает вот эта вот не менее прекрасная, оформленная немного в другом стиле, сейчас я вам покажу здесь немножко все по-другому, книга сказок, которая называется «Таежные сказки», где уже не обработанные, так как там не переработанные в литературный текст истории, то вы увидите, как по-разному они выглядят. Вот здесь та мозаика, о которой я говорил. Вот здесь ее, она, правда, это не настоящая мозаика, да, это нарисовано как художественный прием, но именно использовано для того, чтобы передать картины быта, вот именно, картины, содержание именно этих сказок. Посмотрите, гораздо больше реализма, да, здесь такой более непричесанный текст, скажем так, местами затрудненный специально для чтения, потому что это один из фольклорных приемов, когда сказка рассказывается непрямо и негладко. Вот здесь вот изображены, посмотрите, как персонажи, как растительность изображена, да, это уже ближе к живописи, к современной, вот, к современным красочным средствам ближе. Но, тем не менее, опыт, потрясающий опыт работы с узорами и орнаментами народностей, он здесь виден буквально в каждой детали, хотя это гораздо более близко к традиционной книжной иллюстрации, да, чем в аморских сказах. В любом случае, две эти книги составляют неописуемую, непередаваемую радость для глаза. Когда вы будете их листать, вам сначала захочется посмотреть до конца картинки, как маленьким детям, и только потом, вероятно, начнете читать сами сказки. Которые, конечно, очень интересны и достойны того, чтобы вы их прошли обязательно. Я считаю, что такие вот достаточно дорогие, трудоемкие издания обязательно должны постоянно выходить в свет. Потому что издательство «Речь» в данном случае совершило маленький подвиг. Здесь у нас не просто сохранение культурного наследия малых народов, говоря казенным языком, не просто там обращение к нашим культурным запасникам. Вспомним, что все это вышло в середине XX века. Но здесь имеется в виду неподдельная любовь к тем самым сказкам, к тем самым преданиям, к тем самым узорам и предметам этнографической науки, которые только в книжном переплете в таком виде и могут быть представлены. Спасибо за внимание. Читайте, наслаждайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...